Сегодня главный эксперт Екатерина Бибишева, защитница женских оргазмов. Давайте ей поаплодируем, пожалуйста. Блогер с аудиторией полтора миллиона в Инстаграм и владеется крупнейшей онлайн-школы по женским практикам. Далее, для того, чтобы рассмотреть тему секса с разных сторон, мы пригласили разных экспертов. Сегодня у нас в гостях также Аида Шеланова, психолог с 10-летним стажем. Аида, пожалуйста, встань. Я хочу, чтобы тебя все увидели. Аида Шеланова. И с точки зрения медицины, с точки зрения науки, сегодня мы пригласили Куртасану Елену Сергеевну, эксперта университетской клиники, гинеколог. Поэтому любой вопрос, любая ситуация будет рассмотрена с трех точек зрения. Первая с точки зрения именно сексной практики, не знаю, как это правильно назвать. С точки зрения психологии, да. И с точки зрения медицины, науки. Обязательно смотрите, у нас нет никаких каких-то прям сильных правил. Если вы, допустим, Катя что-то говорит, допустим, говорит что-то Аида, говорит что-то Елена Сергеевна, у вас что-то откликается, поднимаете руку, рассказываете ваши истории, делитесь. Я думаю, вообще Катя заберет функцию модераторства у меня спокойно, она с этим прекрасно справляется. Но все равно иногда я буду вклиниваться. Из тебя будет не то. И давайте сегодня всю нашу сегодняшнюю дискуссию разделим на три части. Первая часть – это до отношений, что происходит. Вторая часть – во время отношений. И что происходит во время, когда рождается ребенок. Пожалуйста, поднимите руки, у кого уже есть дети. Давайте я первую подниму. Вот наши все, отлично. Вот мы с вами все, кто организаторы, и у всех есть дети. Друзья, вам еще это предстоит? Мы, если успеем, расскажем, какие фантастические, удивительные открытия вас ожидают, когда у вас родятся дети, и что произойдет с вашими отношениями. Вот. И, пожалуйста, самый первый вопрос, с чего я хотела бы начать. Я хотела сказать, ты не закончила, что вопросы, которые мне сейчас пишут в WhatsApp, и которые будут появляться в течение всей нашей лекции. Отправляйте в WhatsApp, хорошо? И в конце в самом мы зачитаем вопросы. Я думаю, не в конце, я думаю, будем периодически останавливаться. А, хорошо, ладно, хорошо. Спасибо, чтобы у вас, допустим, вам ответили на вопрос, чтобы у вас еще другие новые вопросы появлялись. На и сам первый вопрос, раз у нас этап до отношений. Кать, как ты думаешь, когда, есть ли какой-то правильный возраст, когда нужно, допустим, лишаться девственности? Есть ли какой-то такой вот... Ну, не нужно забывать про уголовный кодекс. Да, конечно, конечно. Вот, поэтому мой ответ будет 18+. Но я очень часто сталкиваюсь с тем, что мне пишут девочки в возрасте 20-21 года и говорят, Катя, со мной все нормально, я еще ни разу не занималась сексом. Я боюсь, я там не хочу, я боюсь боли. Что же мне делать? Кстати, один из вопросов был такой, Катя, как первый раз лишиться девственности, чтобы не испытать боль? Сейчас я отвечу на этот вопрос, с твоего разрешения, да? Во-первых, вам необходимо, самое главное, выбрать партнера, с которым вам будет комфортно, с которым вы будете чувствовать себя хорошо, с которым вы не будете думать, а у меня нормальное тело или ненормальное, а я толстая или не толстая, а как лучше встать в какую позу, чтобы быть более сексуальным, потому что там многие из вас уже смотрят порно и понимают, о чем я сейчас имею в виду. То есть ваши вот эти визуальные образы из порно, они настолько глубоко внедрились в вашу голову, что вы уже, то есть, что секс превращается уже в какую-то некую игру. Постель – это такой целый спектакль, где женщина играет роль человека, который получает удовольствие, но на самом деле часто этого удовольствия не испытывают. Я говорю вам, как есть, потому что я веду статистику по ученицам, которые приходят ко мне, я задаю вопрос, как часто женщина испытывает оргазм во время секса. И очень многие симулируют. Так вот, первое, самое главное – это партнер. Когда вы нашли хорошего, подходящего партнера, важно создать атмосферу нормальную. Что такое нормальная атмосфера? То есть вам должно быть комфортно, вы не должны бояться, что сейчас придут какие-то там друзья, братья, сестры, родители. То есть, чтобы не… Вот у меня есть минут, надо быстрее засунуть член. Член, слово можно сказать, друзья. Да, член вагину, чтобы вот, да, и все. То есть подойдите к первому разу, вообще подходите к сексу, как к искусству. Очень важна температура, когда в квартире холодно, вы сжимаетесь. Вот все же когда-то мерзли, да? И когда тебе холодно, что ты делаешь? Ты? Ну, девчонки, мальчишки, что когда-то холодно? Сжимаешься, да, парень? Сжимаешься, да, да. Ты заходишь в холодную воду, что происходит? Сжимаешься, мышцы спазмируются, и поэтому тебе некомфортно. И если речь идет там о первом сексе, или если речь идет о том, часто женщины испытывают боли во время полового акта, во время секса, тоже. Самое простое, что вы можете сделать, это наладить температуру в комнате, в которой вы занимаетесь сексом. Следующее, что хорошо сделать, это, конечно, принять ванну, душ, чтобы еще больше тело разгорячилось. Про прелюдии я не буду долго рассказывать, но прелюдии важны. Они должны быть. Они должны быть. Но просто не все понимают еще прелюдии. Многие думают, что там прелюдия – это три раза потрогать за грудь. Вот мужчины, вот, да, я просто рассказываю, как обычно там происходит, что женщины говорят, вот он пришел, взял меня, схватил за грудь, сжал несколько раз, три раза хлопнул по жопке, вот, потрогал клитор и насунул член. Это не прелюдия. Катя, скажи, расскажи мне главный секрет моей жизни, да, за мою жизнь. Вот женские грудь, а ты когда их гладишь, она женщина что-нибудь чувствует вообще? Ну, у всех по-разному на самом деле. То есть я могу на своем личном опыте сказать, что раньше моя грудь не была для меня эрогенной зоной. Я не чувствовала ее, и я думала, что это все симуляция какая-то, когда женщины говорят, что им нравится, когда ласкают их грудь, пока не встретила своего мужа. Вот, да, я достаточно откровенно рассказываю о своем опыте, и опыте моих учениц без имен, просто потому что на этих реальных опытах вы можете понимать, все ли там нормально и вообще как это бывает. Вот, следующее. Да, вот у нас есть уже комментарий, да, Елена Сергеевна. Друзья, кстати, всем слышно? Я думаю, нужно микрофон, да? Что когда раздражается сосок, будем об этом знать, и говорить с физиологической точки зрения, выделяется гормон окситоцин, который является гормоном оргазма, поэтому это все действительно имеет место быть. То есть вы согласны, отлично. Хорошо, окситоцин, гормон оргазма, друзья, запоминаем. В следующий раз мы общаемся с друзьями, блеснем интеллектом. Следующее, о чем тоже, конечно же, нужно позаботиться, это о презервативах. Сколько я не говорила... Вопрос, вопрос, вопрос. Друзья, вы пользуетесь презервативом во время секса? Кто не пользуется? Да, их гораздо больше. У меня есть свой YouTube-канал, я ходила по парку Горького, задавала людям вопросы, как там проходил их первый секс, и очень часто говорили, да, да, я пользовалась на первом сексе, использовала презерватив, а потом такая, ну нет, если честно, я не пользовалась. И вот это как бы спасибо за правду, но это очень рискованно, честно. У меня недавно подруга, не подруга, а дочь подруги, она подписана на мой Инстаграм, где я там рассказываю, что нужно заниматься сексом с презервативом. И она занялась первым сексом без презерватива, но было совершенно по-другому, был трешак. Она занялась сначала анальным сексом, потом засунула после анального секса член в вагину, и потом у нее... То есть она говорит, я ничего не почувствовала, вообще ничего не поняла, но это еще не все, да, у нее там, она, развились воспаления, но про анальный секс мы потом позже поговорим, и почему так делать не стоит. Вот, конечно же, презервативы, конечно же, смазки на водной основе, тогда вам будет не так болезненно, но даже будет приятно, если партнер сделает все правильно и качественно. Аида, вот к вам вопрос, с точки зрения психологии, как правильно себя вот именно настроить на первый секс, есть, возможно, там огромное количество страхов. Вот поговорили с разным точек зрения, с точки зрения психологии, как? Я соглашусь с Катей, что тут главная, наверное, эмоциональная сторона вопроса, что был эмоциональный контакт с партнером. Никоим образом не нужно торопить себя под какую-то статистику, что вот там подружки парни рассказывают, а я еще ни разу, ни в коем случае, безусловно. Потому что, по своим клиентам могу сказать, порой уже взрослые люди сожалеют о том, что первый раз был не такой, как мог бы быть. Вот чтобы это не было деструктивным опытом, чтобы это не было травмой, не дай бог, в последующем, не в последующем, в моменте, да, травмы, которые потом отложат отпечаток. Конечно же, стоит подходить вот с готовностью, при условии, что партнер приятен, что у вас есть эмоциональная связь с ним, какая-то близость, что вы доверяете самое главное. Ну, а то, если партнер говорит, слушай, ну, допустим, у них еще не было секса, он, допустим, ей говорит, слушай, ну, давай, ты же меня любишь, давай мы с тобой займем сексом, докажи, что ты меня любишь. Вот если вам так говорят, понимайте, что это чисто воды манипуляция, и ничего больше, никакого отношения к любви и к чувствам это не имеет. Вот, да, что-то хотел сказать, забыла. Все, хорошо. И, друзья, есть ли у вас что сказать, вопросы какие-то, возможно? Вот поделитесь хорошей историей, еще раз вам спасибо, что вы запустили хорошую практику. Если есть, еще поделиться какой-то вашей историей, там, первого секса, если вы хотите, вы можете поделиться, либо написать Кате WhatsApp. Да, да, если вы напишете свою историю, такую, знаете, как интимную справедливость, сделаем историю о том, как прошел ваш секс, я зачитаю пару историй, и там, как вел себя партнер или, может быть, партнерша, вот, потому что это важно, ценно и нужно, делиться такой информацией. Еще один момент хотела сказать, да, о том, что в отличие от мужчин, у женщин удовольствие зависит от, с головой немножко связано, в отличие от мужчины, если для мужчины это больше с физиологией связано, то женщина, если она не испытывает эмоции, к мужчине оргазм испытать она не может. И еще один момент для девочек, у которых все еще впереди. Пойти на первый секс, не будучи к этому готовы, в надежде, что мужчины это оценят, очень глупо. Ни один мужчина этого не оценит. И нужно в первую очередь заботиться о себе. Да, спасибо большое за искреннюю, за честность, спасибо большое. Друзья, еще раз напоминаю, если что-то сказать, прям смело поднимайте руку, говорите, это абсолютно нормально, здесь это приветствуется. Пишите, пишите, говорите, активно участвуйте, испытывайте различные эмоции, все это абсолютно нормально. Мы затронули очень коротко тему порно. На мой взгляд, об этом важно говорить. Друзья, те, кто не знает, что такое порно, порно это то, что никогда с вами не произойдет в реальной жизни. Это некая фантазия, которую мы смотрим. Может быть, с кем-то произойдет. Надеюсь, что нет. Счастья, да, здоровья, любви вам, вот, кем-то произойдет. Но для большинства никогда в жизни это не произойдет. И с точки зрения вот именно какого-то положительного воздействия, либо отрицательного воздействия, вот с этой точки зрения. Что я хочу сказать, да, на самом деле важно соблюдать баланс. То есть я считаю, что вот многие люди, они придерживаются таким взглядом, что вот есть черное, есть белое, но истинно она всегда где-то посередине. И упорно, я сейчас сначала с положительной точки зрения расскажу, да, есть чему поучиться, но много при этом минусов. Я сейчас быстренько расскажу. То есть упорно. Что там можно поучиться? Если уж ты прям действительно хочешь стать такой секс-любовницей, да, если ты через это будешь удовлетворять свою уверенность, то там можно выбрать позы. Там посмотришь, как ты можешь оценить, как ты смотришься в глазах партнёров в той или иной позе. Это тоже бывает полезно, потому что кто-то чувствует себя настолько дискомфортно, что хотя бы нужно начать с того, чтобы выбрать необходимые позы, в которых тебе будет хорошо. Можно поучиться творчеству, потому что порно – это всегда про творчество. Они монтируют, да, они придумывают какие-то истории. Чудо монтажа. Чудо монтажа, да, да. Но я имею в виду, что, ну, то есть какие-то роли взять на себя, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Но у порно есть очень много минусов. Во-первых, нужно сказать, что большая ответственность при просмотре порно ложится на мужчин. Мужчина чувствует себя обязанным просто, что он должен удовлетворить женщину, засунуть член-вагину. Вот он, бедняжка, старается-старается, старается-старается, а у него не выходит ничего. А не выходит ничего, потому что у нас есть определенная анатомическая особенность. Ну, я тоже там главную картинку презентации привезла, вставила туда, я покажу вам, как на самом деле выглядит клитор. Следующее. Какая ответственность ложится на женщину? Что она обязательно должна при виде мужчины сразу течь. Да, и вот она раздвигает ноги, и вводи в меня мой жеребец, сделай мне приятный. И она от этого стонет. Это не так. Второе. У всех оцифрованы вульвы. Знаете различия между вульвой и вагиной? Друзья, те, кто понимает слово вульва, значит такое? Кто не знает, скажи, угу. Больше части знает. Смотрите. Вагина – это трубка, которая находится внутри. Вульва – это то, что ты видишь снаружи. То есть можно снимать. Большие половые губы, малые половые губы, головка, клитор. То есть если переводить на лицо, то вульва – это лицо, а вагина – это глотка. И люди путают. И вот многие женщины, их не устраивают, как они выглядят там. То есть их не устраивает вульва. Они думают, что с ними что-то не то. Я вам реально говорю, знаете, сколько ко мне приходило учениц, которые говорят, Кать, мне так неудобно. Реально нормальная женщина, воспитательство в детском саду или еще где-нибудь. Но мне кажется, что у меня малые половые губы такие страшные, такие страшные, я не знаю, что делать. Я из-за этого стесняюсь заниматься с этим со своим партнером. Вот, посмотри, пожалуйста. Вот так мыло. Но это как бы, что, я смотрела, что-то в комнате. Мне кажется, ты видела гораздо больше вагин, чем среднестатистический мужчина. Да, да, да. И то есть у нее все нормально с ней. А почему это происходит? Потому что порно очень много оцифровывают, выбеливают, делают операцию по уменьшению малых половых губ. Вы знаете, что вот недавно привели статистику, что практически 90% операций на малые половые губы были сделаны женщинам, у которых все было нормально с малыми половыми губами. Что у моделей Playboy за последние 30 лет практически исчезли малые половые губы на фото. Потому что это, то есть, кто-то учится здесь на маркетинге? Ну, то есть вы понимаете, о чем это, да? Вы понимаете, как нами манипулируют. Тут надо будет что-то сколоть, там что-то. Ну, потому что вот такая ассоциация с непорочностью. Ну, потому что, да, сначала, когда девочки, когда мы маленькие, у нас у всех одинаковое настроение, внешнее проявление вульвы. Ну, а потом, когда случается с нами гормональный переворот в организме, у нас происходит перераспределение жировой ткани, по-другому начинает функционировать организм. И у кого-то чуть больше, у кого-то чуть темнее малые половые губы. Все нормально с вашими малыми половыми губами. И те, кто делает операцию себе по уменьшению малых половых губ, забывают о том, что в малые половые губы там очень много нервных окончаний, которые классно бы тоже стимулировать во время секса. И сейчас уже, ну, есть такие, очень много статей о том, что головка клитора – это головка члена эквивалента. Знаете же, да? Ага. Ну, если не знаете, знайте. Вот. И сейчас малые половые губы причисляют к клиторальному комплексу. Его сейчас так называют не просто клитор, а клиторальный комплекс. И что когда, действительно, когда ты оттягиваешь малые половые губы, при этом стимулируется клитор. Мы картинку покажем. Вниз. Ага. Выключили. Все. Помогите, пожалуйста. Все нормально. Продолжаем. Ага. Давай. Да, вот. Вот. Ну, то есть, смотрите. Головка клитора, вот она. Это маленькая часть клитора. Это такой айсберг, который не видно. Это ножки клитора. Это луковички при двери. Как вот у петуха. Висят же такие, как они называются? Не знаю. А? Что? Сомнение с петухом бесподобное. Ну, да. Главное, чтобы понятно было. То есть, и смотрите, когда... То есть, очень часто, да, вагинальные... Там есть вопрос на тему того, я не получаю оргазма во время секса с партнером, потому что, когда он засовывает член в вагину, мне приятно, но я не получаю оргазм от этого. И что делать? Я какая-то не такая. И там еще был вопрос на тему того, что я не испытываю вагинальный оргазм. Катя, что делать? Нам столько всего внушает... Ну, столько информации о том, что мы какие-то не такие, что мы какие-то бракованные. Первое, с чего началась вот эта... Началась вся эпопея вагинального оргазма с Зигмунда Фрейда. Кто знает, кто такой Фрейд? Угу. На самом деле, он не такой плохой, как многие секс-блогеры пишут, да. Он хороший, он открыл женскую сексуальность. Он вообще дал право женщине испытывать секс. То есть, испытывать сексуальное желание. Потому что до этого считалось, что женщина не испытывает. Но он накосячил очень сильно. И он сказал, что настоящая женщина испытывает вагинальный оргазм. А женщина, которая в мужских энергиях доминирующих, которая такая незрелая, она испытывает клиторальный оргазм. И поэтому во время секса стимулирует головку клитора. На самом деле, это то же самое, что мужчина... То есть, можно научиться испытывать вагинальный оргазм. Так таковой. Но сексологами уже принято... Ну, уже, точнее, не принято делить оргазмы на виды. Вот этот маточный оргазм, анальный оргазм, сосочный оргазм, вагинальный, клиторальный. Это некорректно. Уже сексологи не используют такие термины. Вот. Вагинальный оргазм это тогда... Я его буду называть для вас так, чтобы вам было проще понимать, когда стимулируются луковички преддверия. То есть, то, что находится внутри вагины. Есть очень классная техника мост, и про нее задали вопрос. Я, наверное, чуть попозже расскажу. Понятно, как выглядит, да, клитор? Но смотрите, вагинальный оргазм можно научиться получать. Но это то же самое, что мужчинам учиться испытывать оргазм, теребя яички. Или наглаживая просак. Вот представьте мужика, который бы разговаривал с другим мужиком и говорил, я какой-то не такой, я вот глажу свой просак и не получаю оргазм. Так, друзья, кто понимает значение слова просак? Понимаете? Расстояние... Я не знаю. Ну, окей, хорошо. Рассвети, просвети. Расстояние от яиц, яичек до ануса. Вот такая вот плотненькая. Ладно, хорошо, знаете, да. Ну, ладно, то же самое, что мужчина бы переживал, что он не получает оргазм, если он гладит яички. Вы же понимаете, мужчина, да, о чем? То есть я знаю мужчин, которые расставались со своими женщинами, потому что те, они испытывали вагинального оргазма. А у женщины потом травма на всю жизнь. Потому что этот мужик, дебил, просто не удосужился узнать, как выглядит женская анатомия, как вообще, из чего создается женский оргазм. Вот, цените, уважайте, вот есть клитор. И до сих пор у нас еще в России и в мире совершаются страшные операции по удалению клитора. Кто-то смотрел фильм «Цветок пустыни». Те, кто не смотрел, девочки, посмотрите, пожалуйста. Я думаю, что после просмотра этого фильма вы будете совершенно по-другому относиться к тому, что находится у вас между ног. Кстати, во время возбуждения клитор увеличивается до двух с половиной раз в размере. И это обеспечивает, это и наполнение кровью мышц тазового дна во время возбуждения обеспечивает такое ощущение узости вагины. Про воздух вагине еще можно рассказать, конечно. Давайте спрашивать актуальность. А, ну подожди, и как бы, что я еще хотела донести, стимулируйте клитор. Вот те, кто получают оргазм от стимуляции клитора, вы можете это добавить тоже в свои, в секс в паре. Потому что так вы однозначно получите оргазм. Лучше уж так, чем... Либо делайте технику мост. Если останется время, я расскажу. Так вы можете повысить чувствительность. Либо занимайтесь интимной гимнастикой, что тоже повышает чувствительность. Давайте сейчас пока закроем тему с порно. Аида, что скажешь о порно? Очень интересно. Да. Ты смотрела когда-нибудь в жизни порно? Да, конечно. Смотрела. Хорошо. Ну что скажешь с точки зрения психологии? Что я скажу? Просмотр порно вызывает зависимость. У людей склонны к зависимости. Поэтому... Я не буду говорить, что это плохо, не надо смотреть, но я и не скажу, что давайте с ребятами вместе будем смотреть порно. Безусловно, нет. Еще какая такая особенность, да, встречается. Вот Катя тоже об этом говорила. Часто люди, которые злоупотребляют порно, и мужчины, и женщины, не могут в жизни найти подобное. И идет такое разочарование. То есть постоянно меняются партнеры. Встретить в реальной жизни женщину, как из порнофильма, действительно тяжело. Как и мужчину, в принципе. Поэтому, действительно, как Катя сказала, больше реальности это художественный фильм. И нужно к нему относиться именно так. Там хорошие кадры, имитация оргазмов, стоны и так далее. Если вы, вот, ребята, те, кто все-таки смотрит, обратите внимание, никто живьем в кадре ведь не стонет. Это все закадровые вздохи-ахи. То есть это художественный фильм. Это звуковую дорожку. Друзья, с монтажом знакомых звуковую дорожку подставляют, да? Поэтому иллюзий быть не должно. Ищите такие же ощущения в реальной жизни. Очень классный ролик вышел. Русская порно там рассказывается о том, как снимают порно, чтобы вы понимали о том, что это реально постановочное. Там актрис задают вопрос. Там ничего пошло, сразу скажу. Там просто рассказывается, кто сколько зарабатывает. Реально очень полезно видео о том, как в реальности живут порноактрисы, как они себя чувствуют, сколько они зарабатывают, как они рассказывают то что они играют и как они рассказывают о том что мужчины принимать таблетки чтобы долго снимать снимать у меня есть знакомый который снимал порно и вот он говорит 5 6 минутный ролик мы снимаем 6 8 часов мужчины ну что вы можете простоять 6 8 часов он конечно нет и поэтому они используют таблетки и мужчина вот актер порный актер и очень мало порно актеров который не используют таблетки себя просто гнобят этими таблетками по поводу размеров тоже специально подбирается ракурс чтобы член выглядел больше помимо этого актеров действительно подбирают длинными с большими членами чтобы лучше смотрелось в кадре большая часть мужчин мы все привыкли да про женские какие-то проблемы сексе говорит но на самом деле я не очень люблю делить вот там мужские проблемы и женские мужчины женщина не очень похожи я наверное из тех женских тренеров которые будут говорить за равноправие и за то что по сути если ты хочешь чтобы там к тебе партнер хорошо относился относись к нему также как и к себе так вот у мужчин тоже много сексуальных проблем которые идут вот от неуверенности это размер члены это желание удовлетворить партнершу за 15 минут или бывает что он старается старается такая старается да это как мне один ученик говорит я ведь стараюсь а это зараза еще и симулирует нет чтобы правда сказать ну вот я за правду я за честность кстати вот моя презентация называется секс как построить идеальные отношения я хочу сразу сказать что идеально отношение строится не только на сексе но когда вы находите гармонию в сексе это очень круто и гармония сексе я имею ввиду тут вы получаете удовольствие от от обычного секса ну то есть классно когда ты настолько кайфуешь от обычного стандартного секса не гонишься за количеством а гонишься за качеством проведенного процесса я помню это ощущение когда ты находишься на конференции на выступлении ты задал вопрос и прям ждешь он свербит тебя волнует к вопросам кстати уважаем приглашенный эксперт вы можете в какой-то момент не знаю брать просить микрофон комментировать возможно даже без моего какого-то вам посыла мне пришлали историю мой первый молодой человек был абьюзером я была младше на три года мне было 15 это моя первая любовь в течение нескольких месяцев он уговаривал меня на секс и в конце концов я согласилась было больно неприятно когда все закончилось он ушел так как торопился куда-то никаких прелюдий и ласки после не было это эмоционально подбило меня это я сейчас зачитывал для мужчин которые вступают в контакт с партнершей да и понимает насколько можно ранить действительно глубоко человека чтобы вы абьюзеры понимаете значение слова кто не был наверно надо это одно значит то есть абьюзер это человек который во первых манипулирует эмоциями другого человека которые на как бы не нужно более точная формулировка аидас скажешь абьюзер кто такой сказал то есть это человек который ну так ставит свои интересы выше интересы другого человека и всяческими способами блюдет свои интересы то есть чувства и эмоции другого ему в принципе особо-то не важны поэтому им где-то мы до себе постоянно вызывает негативные ситуации у сонгра питается каким-то эмоциями да 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 но такой человек от него уйти очень тяжело потому что это всегда про зависимые отношения без без жертвы нет абьюзера вот так то есть определенная категория женщин входит в отношения с подобными мужчинами эмоционально стабильная взрослая женщина я имею ввиду с психологической точки зрения с таким мужчиной строить отношения не будет она сразу поймет что это вообще не про психическое здоровье и уйдет от него вот у меня были такие отношения несколько раз подряд мне попадались отношения которые у меня высасывали ну то есть прямо реально очень хороший негативный опыт я получал от этих отношений я думала что все мужики козлы и не козлы вот что вот вот так все происходит что женщина что-то там должна делать она должна играм и кушать готовить 1 2 3 еще классно выглядеть и при этом реализовываться на работе так далее и тому подобное и в какой-то момент я просто уже дошла до точки что все вам интересно эта история или нет ага и короче меня достала это я просто взяла ушла нашла себе силы уйти в этот момент я ушла с радио я была достаточно успешным медиаработником то есть я была директором 5 или 6 радиостанций я уже не помню и поехал на бали мы просто мечтаю реально уехал на бали сделала фоточки красиво в instagram приехала и встретила своего будущего мужа и он был хорошим человеком и я думаю что-то не то какой-то он хороший что-то как оказывается нет реально нормальные мужики бывают и это очень здорово я сейчас могу похвастаться тем что у меня действительно очень классные семейные отношения то есть я знаю я много общаюсь с блогерами я знаю как это действует в инстаграме ты там люди специально делают вид что у них классные семьи для того чтобы больше было подписчиков я могу положа руку на сердце честно сказать что я довольна своей семейной жизни у меня вообще абсолютно не инстаграмный муж он не любит фоткаться я это за этом тоже горжусь я уважаю его мнение но настолько я счастлива настолько мне комфортно в отношениях и когда тебе комфортно в отношениях я просто рассказываю сейчас свою личную историю тебе становится спокойно тебе становится хорошо на душе ты понимаешь что оказывается не так то и нужно там бежать куда-то да не так то и важно будет постоянно в стрессе что а вот у меня тут ресничка отпала а нужно мне сделать шелак или что там ну то есть вот этот покой комфорт приходит в отношениях я хочу чтобы вы верили в то что у вас тоже может быть могут быть такие отношения и они дают вам много сил вопросам к вопросам давайте пока есть электронные вопросы если здесь вопросы и в живую истории я вас все время буду призвать коммуникации это очень очень сильно повышается уровень энергии в зале когда человек чем-то делится это очень точно здорово и очень полезно не только для вас но и для тех кто слушает мы просто боимся сказать да мы боимся открыть сердце мы боимся близости и когда это эти раньше я думала что нужно быть очень классной тёлка для того чтобы у тебя был классный мужик мне реально классный мужики так горжусь своим ужин постоянно вот оказывается самое главное это раскрыть сердце то есть оказывается самое главное выставить близкие отношения но вот этого самое сложное самое вроде как понятно и но самое сложное потому что тебе нужно сказать дорогой я здесь веду себя как сука последняя потому что у меня в детстве там было то-то то-то и мне нужно ощущение но мне есть ощущение что меня не любят и поэтому я выпрашиваю эту любовь когда ты признаешься когда ты подводишь какой-то конкретный пример то человек понимает что ты не сумасшедшая а вот ты ведешь это потому что у тебя в детстве был такой плохой сценарий вот я за близость короче у меня есть вопрос молодой человек может заниматься только анальным сексом фистингом ну как дело доходит до влагалищи то его настроение уходит естественно секс заканчивается что можно с этим сделать классно было бы сначала поговорить почему это происходит объяснить свою позицию я не сторонница анального секса и вообще у меня женский центр и самые популярные тренинги сейчас в россии знаете какие просыпайтесь курсы по анальному сексу конечно как сделать так чтобы заниматься анальным сексом без боль кому актуальна тема вот у меня нет в центре курсов по тому как заниматься сексом анальным безболе потому что я не то есть я с уважением отношусь к людям с нетрадиционной ориентации пожалуйста услышите меня правильно услышите меня корректно но я не сторонник пропаганды анального секса потому что если часто этим злоупотреблять то могут может вот этот единственный сфинктер который у нас прямой кишки 200 20 лет 20 лет так настолько насколько физиологичен заниматься сексом анально если эта точка выхода а не входа блин такой провокационный вопрос самом потому что ведь есть люди с ней традиционный это будет тема следующей программы рекомендовала потому что заниматься часто анальным сексом и вообще не рекомендует заниматься анальным сексом потому что может просто развиться слабость сфинктеров и потом будет недержание газов и и каловых масок, какашки будут улетать, когда ты смеешься, когда ты чихаешь, ну типа того, да. Чихнул и обоснулся, друзья, поэтому она не очень полезна. У меня на ютубе есть видео о том, если вдруг ты все-таки занимаешься анальным сексом, как это делать правильно, видео. Я там рассказываю, какие смазки действительно лучше употреблять для того, чтобы хотя бы сделать лучше. Но у меня есть слайд о том, что идеальные любовники берегут друг друга. Анальный секс. Очень часто партнеры засовывают член в анус, а потом засовывают в вагину, и этим нарушают микрофлору вагинального канала. Женщины и так слишком слабенькие стали с точки зрения здоровья, нужно свое здоровье беречь. Или пальцы за анус в вагину. Есть такие мужчины, которые во время занятия сексом хотят засунуть пальцы везде, в анус, в рот. Было такое? Было, конечно. И потом этот палец они хотят засунуть в вагину. Это тоже нарушает микрофлору вагинального канала. Поэтому, пожалуйста, берегите свое здоровье, если уж там хотите. Вопрос, наверное, Елена Сергеевна, задам вопрос. Все-таки с медицинской точки зрения про анальный секс было очень много терминов. Хотела бы, чтобы вы прокомментировали. С медицинской точки зрения, если уж говорить действительно именно медицинской точки зрения, еще раз, поймите, что я только за секс, за оргазм, за хорошие, приятные, взаимопонимающие друг друга и дружественные отношения. Но с точки медицины и вообще с физиологической точки зрения, секс и половой акт – это то, что должно привести организм женщины к беременности. С другой точки зрения цель секса – это беременность. Конечно. С физиологической точки зрения. Она не секс – это не ведет к беременности. Вы ответили на свой вопрос. Да, и правильно совершенно отмечено, что обсеменение прямой кишки, содержимое влагалища – это, безусловно, недопустимые варианты. Тем более, что сейчас, к сожалению, можно маленькую ремарку из своей гинекологической практики. Все мы, вы совершенно тоже верно ответили, стараемся подойти к тем канонам и к тем стандартам, которые диктуют нам сейчас наши медиа. И очень часто молодые девочки постоянно убирают с промежности волосы. Причем это не только зона бикини, а это, что называется, глубокая бикини. И, соответственно, мы лишаем свою вагину, свое влагалище, вот этой естественной защитой, естественной подушкой, которая была создана природой, дабы предотвратить. То есть мы понимаем, что эти органы находятся достаточно близко друг к другу. И актификация, он, в принципе, естественный акт, и, соответственно, бактерии эти, они находятся в непосредственной близости с влагалищем. Но вот совершенно для этого природа мудрая, она создала вот эти все биологические защитные механизмы, биологические защитные барьеры в виде вот этой вот подушки воздуха, которая располагается как раз между вот этими вот вьющимися практически всегда волосами, да-да-да, соответственно, не попадает оттуда туда. И это очень правильно и очень важно. В современном мире вот это, к сожалению, нивелируется все чаще и чаще, и мы имеем, как акушеры-гинекологи, от этого очень большие проблемы. Запомнили? Ну, то есть, когда вы какаете еще, да, лучше подмываться. Какой, друзья, подмывается? Да, и то же самое, то есть, если вы подмываетесь правой рукой, вернее, как, если вы подмываетесь, сначала вы подмываете вульву, потом вы подмываете анус, либо вы правой рукой подмываете вульву, а левый анус. Угу. Запомнили? Ну, наша история, наша история, кунган, да, есть, мы все знаем, то есть, его как-то вот очень сложно назад-то засунуть, а как раз-таки это все идет, там вот этот урыльничек такой, очень красивый носик. То есть, наши предки были очень мудрыми, и очень многие практики, и очень многие наши вот бытовые вещи, они идут именно исходя не только из таких удобств, да, а именно из чисто физиологических нужных потребностей человечества, его репродукции, к сохранению репродуктивного здоровья и, в конечном итоге, к сохранению вообще возможности эволюции человека. Там девушка еще хотела задать вопрос. Спасибо. Пожалуйста. А можно мне водички? Да, можно, пожалуйста, водички, Илья? Нет, нет, девушка, вот в роза, в толстовке. Можно воды принести? А, вы же ответили, да? Да. Ну, я благодарю. Чон, меня слышно? Я благодарю и Катю, и ведущего, за откровенный, на самом деле, такой, ну, я бы даже сказала, в некоторых местах, наверное, физиологичный рассказ, да, о сексе. Я, в принципе, пришла с одним запросом, с одним вопросом, но, наверное, сейчас задам все-таки другой. У меня такой вопрос, поясню, почему я его задаю. Как вы относитесь к сексу до брака? Потому что, в принципе, да, одно время у нас бытовала такая точка зрения достаточно стойкая, что сначала брак, потом секс. Потом произошла сексуальная революция, и сегодня мы с вами вот даже на этом примере видим, что она произошла, ну, у нас, конечно, с опозданием, но такая конкретная, да, революция. И сейчас, естественно, до брака, я не знаю, наверное, живет подавляющее большинство, я, в принципе, не исключение, да. Но вот этот вопрос связан с тем, что сейчас начинает появляться, опять же, достаточно такое популярное мнение, что женщина, я говорю в первую очередь о ней, до брака должна иметь ухажеров, так называемых, но не половых партнеров, чтобы она выбрала наиболее достойного и, собственно, с ним строила счастливый брак, не пополняющий вот эту статистику 80% разводов, да. Ну, по поводу секса, вот опять же, это не мое мнение, это мнение специалистов, там вроде как, ну, если партнеры здоровы, никаких таких разногласий, когда они начнут уже в браке отношения, быть не должно. То есть главное выстроить отношения, как мужчина и женщина, не вот такой вот плоскости. Поэтому вот вопрос, как вы относитесь к половой жизни, к сексу, до брака, и, соответственно, что вы посоветуете, я вижу здесь очень много молодых людей, что вы им, как гуру, полтора миллиона подписчиков, это все-таки о чем-то, скажете. Спасибо. Спасибо большое за вопрос, это классный вопрос, потому что сейчас набирает популярность женские тренинги, которые рассказывают о том, как женщина должна привлечь классного самца. То есть там прям пошаговый метод, ты приходишь на свидание, ты интересный для него партнер, первый день не даешь, второй не даешь, третий и так далее не даешь. Ну, смотрите, я как считаю, что каждый ответственный за свою жизнь сам, каждый выбирает то, как комфортно ему. Я расскажу сейчас со своей позиции и с позиции того, что я наблюдаю среди своих учениц. Когда находят в паре баланс в сексе, в сексе огромное поле для творчества, и очень многие боятся идти в развитие секса, потому что они боятся стать сексуально развращенными, что они будут заниматься сексом с тремя, с четырьмя и так далее, потому что у них в голове секс равно грязь, секс равно плохо, и это воспитывалось с детства. Возможно, так им говорили, или в каком-то подростковом периоде они получили определенный опыт, но в сексе огромное, огромное, не знаю, можно получить и удовольствие, и разрядку, и рост в отношениях, потому что ты начинаешь слышать тело человека. Это не про быстрый секс, там, про 11 минут, а ты начинаешь слышать тело человека. И когда ты понимаешь, когда ты слышишь свое тело, когда ты слышишь тело своего партнера, тебе уже гораздо проще выстраивать отношения. Поэтому я за то, чтобы все-таки сначала занимались сексом, а потом выходили замуж. Потому что недавно я рассказывала, я вела лекцию для религиозных людей, меня позвали, и каждая из девушек пришедших поделилась своей историей. И вот одна из историй таких, девушка рассказывает, я девственница, у меня не было секса до брака, потому что мне не позволяет религия. Мой партнер, мой муж ждал этого дня, когда я выйду за него замуж, и в назначенный день он взял, я, говорит, испугалась, потому что я не знаю, это же первый секс, я закрылась от него в спальне. Он выломал дверь, взял меня силой, и он брал ее силой так, что она билась головой. Это не смешно, кстати, сря ты смеешься. Это вот смешно вам, потому что вы мужчина, потому что, типа, ну, если бы вас женщина била вот так, то вы бы сказали, слышь, ты что, да? А женщина, она не знает, потому что это ее первый секс, она не знает, как быть, реально. Женщины, они в этом плане более уязвимы. Она говорит, у меня была шишка от первого секса, я не понимаю, теперь она реально прошло там пять лет с момента их первой брачной ночи, она не понимает, зачем секс. Потому что ее мужик, по-другому не скажешь, дебил, и он взял ее так. Это не смешно, знаете, сколько раз женщина не отказывают в сексе мужчинам, потому что они боятся обидеть их, они боятся, что мужчина уйдет, и боятся просто, что они какие-то не такие. Я за то, чтобы женщины знали себе цену, за то, чтобы они себя любили, понимали, четко слышали свое тело, хочешь сексом заниматься, занимайся. Не хочешь, не занимайся, это твое право, и никто в жизни не имеет права тебе сказать, что ты сейчас должна сделать минет, или должна со мной заняться сексом. Это про осознанные отношения. Я вот прямо рассказываю, аж мурашки по коже, потому что мне важно это донести до вас, чтобы вы потом в 30-40 лет, 50 лет не приходили на тренинги женские, не говорили, что ваш мужик козел, или что вы просто так свою жизнь прожили. Спасибо большое, у нас комментарий, да? Да, большую ремарку можно выяснить. Ну, я думаю, что в этом примере, наверное, все-таки институт брака ни при чем, да? То есть такие ситуации могут быть как в браке, так и в небраке, что он там выломал двери, там схватил, потащил. Я хочу подать ремарку с чисто физиологической точки зрения именно о первом половом партнере. То, что сейчас ведутся исследования, их уже достаточно много. Еще раз повторю, что это ведутся исследования, это пока не слишком научно доказанный факт, но такие уже заключения физиологами они есть. То, что первый партнер, первый половой партнер, он всегда оставляет свою генетическую информацию в организме женщины. То есть идет не только ДНК, но и РНК-наследование. Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, все наши устои моногамности, да, наверное, тоже имеют под собой какое-то физиологическое обоснование. А что за моногамность? Ну, то есть один человек, один партнер. Нет, я понимаю, да, но в смысле мы физиологично моногамны? Нет, мы физиологично не моногамны. Я имею в виду, что институт брака, он имеет под собой, да. Ну да, институт брака моногамный, да. Поэтому от этого тоже как-то нельзя вот так вот совсем уходить и думать об этом, помнить всегда нужно. Но с точки зрения профилактики, конечно, женского здоровья и репродуктивного здоровья, безусловно, я еще раз хочу тоже уделить этому большое внимание, сделать акцент, что это должна быть обязательно адекватная контрацепция. Причем контрацепция желательно с барьерными методами, если это нерегулярные отношения, если они на фазу регулярных. Что значит контрацепция с барьерными методами? Барьерные методы контрацепции. Что такое, друзья? Нет, они не знают. Они не знают. Это презерватив. А, презерватив. А, конечно. Это профилактика инфекций, передаваемых половым путем. А в семейных отношениях, Сергеевна? Здесь даже не только профилактика инфекций, передаваемых половым путем. Не надо забывать, что каждый человек – это биоциноз. То есть это определенный набор условно-патогенных или нормальных микроорганизмов, который для соседа может быть совершенно другим. И чем больше, я извиняюсь уж у вас этих наборов, тем больше в вас их количество. То есть некогда условно-патогенные могут перейти в патогенные. И вроде говоришь, что я ничего такого не делала, что все вообще прекрасно. Я всегда за собой следила, сберегла, я не простужалась, не болела. А вот именно за счет этого количества может ухудшиться качество. Сколько примерно? Примерных никаких нет. Не бывает примерно. А бывает примерно? Без комментариев. Примерных не бывает. Ну сколько примерно допустим плавных партнеров до брака? Да блин, почему? Мерить качество. Но, да, нет, мы знаете, это понятно. Мы же сейчас говорим вообще о всех проблемах. То есть если, допустим, вы придете на прием к гинекологу, а как бы, наверное, каждый все-таки должен приходить на прием к гинекологу. Кто ходит к гинекологу? Девочки, да, это обязательно. А есть кто раз в год не ходит? Молодцы, приятно. Да, давайте поплавим. Очень приятно. То не обижайтесь на вопрос к гинекологу о количестве половых партнеров. Потому что это именно с точки зрения задается этот вопрос. Потому что система биоциноза каждого человека, она индивидуальна, уникальна. И, соответственно, должна поддерживаться на определенном уровне. Сейчас существует много анализов. Фемофлор-16, то есть на все микроорганизмы, которые, чтобы выцепить. Но микроорганизм такое количество, что мы даже их все еще не знаем. Это 100%. Поэтому как-то так вот. Спасибо большое. Спасибо. Аида, есть что сказать? Много-много у меня есть что сказать. Тризис, да? Да. Во-первых, по поводу отношений до брака. Секс – неотъемлемая часть взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И очень часто это то, на что можно опереться, когда брак вроде бы разваливается. То есть если мужчина и женщина в отношении сохранили хороший секс, но у них нарушена коммуникация, с этим браком можно работать. Потому что у них есть связь на уровне тела, на уровне рептильного мозга, а это еще важнее, нежели вот то, что там наша глава додумала. А если получается так, что они хорошо общаются, и они прекрасные родители своим детям, но у них нет секса, этот брак практически… Ну, то есть это дружественные отношения. Сосед. Говорить о взаимоотношениях мужчины и женщины в полноценном плане невозможно. Поэтому я, конечно, никого не призываю заниматься сексом до брака, но очень часто женщины выходят замуж, и это ее первый половой партнер, он постоянен в своих проявлениях по отношению к ней, и она не знает, что такое оргазм, она не знает свое тело, но она не пробовала ничего до этого, и в итоге постоянное отсутствие оргазма, неудовлетворение собственных потребностей, а значит, избыточный вес и психосоматические заболевания. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, друзья, у нас остается буквально 23 минуты до конца нашего small talk, небольшого разговора о сексе, поэтому, на мой взгляд, просто важно отвечать все же на вопросы людей. Вот, я просто только что как раз... Можно ли заниматься сексом во время месячных? Еще такой вопрос. Я не из России, и в нашей стране важна кровь после первого секса. Как быть, если не будет крови? А ведь на самом деле мало кто знает, что крови может и не быть после первого секса. И это являлось огромной болью в восточных странах, когда женщина занимается первый раз сексом, а у нее нет крови и думают, что она до этого с кем-то спала. То есть, если здесь... То есть, посмотрите, нас здесь, ну сколько человек, 50, да? Если каждый из вас расскажет, там, пятью, десятью людям о том, что, в принципе, это нормально, что секс не может... ну, кровь не может быть на первом... при первом сексе, то тогда больше людей узнает. И, возможно, узнает какой-нибудь мужик восточный, который поймет, что это тоже нормально, и что необязательно, что вы женщина восточная. Да, я как восточный мужик, да, в роли восточного мужика. То есть, рассказывайте, вот мы сейчас с вами собрались не для того, чтобы мы поговорили, да, насколько там четыре человека, а для того, чтобы вы дальше распространяли ту информацию, которая важна, что клитор нужно стимулировать для того, чтобы кончить, что это нормально, что нормально, если у вас малые половые губы длиннее, чем большие половые губы, если они там темные, розовые и так далее, что крови может не быть во время первого секса. То есть, вы должны... на вас теперь ответственность тоже рассказать своим знакомым и друзьям об этом. Агенты секс-просвещения вы имеете в виду? Вы теперь наши агенты. Менеджеры по сексу. Менеджеры по сексу. Вопрос. Получается, мы ответили про кровь, а вопрос первый был про что? Можно ли заниматься сексом во время месячных? Ну, вот здесь я знаю точно, что я не совпаду с сомнением врачей. Я считаю так, что если ты используешь презерватив во время месячных, и если ты очень хочешь заняться сексом, то можно заняться. Я наоборот хотела сказать, что противоказание не было. А, да, да, всё. Ну, давайте у нас консенсус возникнет. Давайте поаплодируем. У нас возник консенсус. Это прекрасно. Просто у некоторых женщин повышается либидо во время месячных, и они говорят, ну, Катя, ну как так? Я вот во время овуляции не хочу заниматься сексом, а во время месячных хочу. Почему? И существует, конечно, множество разных причин, но часто за этим скрывается твоё нежелание забеременеть. Поэтому ты чувствуешь себя комфортно во время месячных, поэтому тебе хочется заниматься. Но хочу напомнить, что во время месячных забеременеть тоже возможно. Вопросы, друзья. Остается ещё 20 минут. Вопросы пора задавать можете в WhatsApp. Если вживую, если не хотите ждать WhatsApp, в свою очередь, задавайте их вживую. Пожалуйста, пользуйтесь этим моментом. Да, у нас есть презентация, но у нас есть в зале, мы с вами живые люди, и, думаю, наши вопросы ценнее. Ага, хорошо. Вот я тут писала, идеальный любовник – это ответственные люди. То есть каждый берёт ответственность за свои оргазмы сам. У меня есть… Ну, Катя, смотри, мужчина родился с оргазмом. То есть у нас это обязательно. Кто тебе сказал, что женщина же сделалась без оргазма? Ну, просто на мозге… Ну, я понимаю, да, я понимаю, что… Это неведомо двери, на мозге. Оргазм необходим для того, чтобы произошло зачатие. Мне кажется… Если я это скажу, ну, ладно. Мне кажется, что надо было простимулировать мужчину для занятия сексом. Простимулировать? Да-да-да, простимулировать. И поэтому была такая заманушка в виде оргазма во время секса… Обязательного оргазма во время секса. То есть это с точки зрения эволюции заложено. А, я понял. Да-да-да, что была выгода. Да-да-да. Вот. Каждый берет ответственность за свои оргазмы, что я хотела сказать этим. Ко мне… У меня был один случай. Ученица говорит, Кать, ты понимаешь, мой муж 17 лет хреново мне делает кунелингус. Что делать? Я говорю, что ты 17 лет терпишь, что он тебе неправильно делает, ну, стимулирует твой клитор? Она говорит, ну, да, потому что мне же, типа, неудобно как-то сказать. В итоге все дошло до того, что она сказала, слышь, ты, придурок, ты 17 лет мне плохо лежишь. Вот что она сказала. То есть вот этого не надо доходить. Ты ответственна за свои оргазмы. То есть если тебе не нравится, как действует твой партнер или партнерша, там, да, в зависимости от пола, ты должна сказать. Ты должна показать. Есть классная техника, рука на руке. Не знаю. Это когда ты кладешь его или, ну, руку партнера на вульву, на клитор и показываешь, как себя нужно трогать. Идеально вообще. Просто идеально. И через какой-то там раз партнер поймет, что нужно делать. И там идеально, когда вы разговариваете на тему секса, потому что это круто. Идеально тоже можно. Я все о своем. О своем акушерско-гинекологическом и о своей профилактике. Идеально, когда мужчина и женщина разговаривают друг о друге. И ответственность на мужчину ложится точно так же, как и на женщину, о всех этих профилактиках, о всех этих последствиях. И находящиеся здесь мужчины, я прошу вас об этом не забывать, что вы ответственны за свою женщину, за то, что с ней потом будет. В равной степени о нежелательной беременности вы должны думать точно так же, а может быть даже и в большей степени. Но поскольку вы все-таки мужчины, мы в ответе на тех, кого приручили пользоваться барьерными методами контрацепции. Теперь все знают, что это такое. Кстати, это было печально. У меня есть хобби, я тестирую секс-игрушки. И мне постоянно отправляются вибраторы, презервативы. И в какой-то момент презервативов стало мало. Я говорю, что это фигня, почему у меня мало презервативов? Они говорят, а их никто не покупает. То есть презервативы практически никто сейчас не покупает. Все такие, дзен поймали, буддистами стали принять и все такое. И верят на слово партнера. Нет. Даже если ты используешь оральную, занимаешься оральным сексом с партнершей, ты должен помнить или ты должна помнить о том, что существуют барьерные такие же средства контрацепции. Точнее, у нас в России их не существует, но ты можешь делать из презерватива, отрезать кончик презерватива, отрезать начало, разрезать, наложить на вульву, и вот ты делаешь ей классный кунилингус. И она довольна, и ты здоров, и она здорова в том числе. Потому что некоторые думают, что я делаю минет, или я делаю кунилингус, и от этого я не заболею никак. Да, черт побери, конечно. Кстати, снижение продажи презерватива, возможно, связано с тем, что вообще в целом в Америке 30% активного взрослого населения за прошлый год ни разу не занималось сексом. Ни разу. То есть люди стали меньше тратиться. Я знаю почему. Потому что в Америке, у меня цель, я хочу развить школу вагимаги, сделать ее мировым проектом. И я уже, в принципе, ездила в этом году в Америку, разговаривала на эту тему с женщинами-американками. У них такие же проблемы. Они точно так же испытывают боль во время секса, точно так же у них снижена либидо. Но у них снижена либидо еще больше. Знаете почему? Кто-то, может быть, знает? Стресс? Да, да, может, мне кажется. Ниньки, давай микрофон. Окей, вообще встречалась с мнением о том, что женщины в России, ну потому что был партнер не из России, американец, собственно говоря, он говорил, что девушки в Америке, они занимаются сексом профессионально, так сказать. То есть то, что мы видим в порно, вот эти вот все, а, вывернуть жопку, вот это вот все. Женщины в России, они более как бы в процессе получают, не знаю, радость, удовольствие, счастье, вот это вот все. Возможно, это связано с тем, что американки просто привыкли к тому, что они должны выглядеть красиво. Это опять же к вопросу опорно, о представлении того, как это вообще все работает у них в голове. По поводу стресса, в России стресса не меньше, на мой взгляд. Ну вот как-то так. У американцев, на самом деле, наоборот. Мой муж говорит, блин, надо каждой женщине приехать в Америку или в Европу, чтобы посмотреть, как уверенно идет женщина в весе 150 килограмм. Ну, потому что это реально. И это очень круто, она идет, вот она уверена в себе. Ей пофиг вообще, как она выглядит, накрашена она, не накрашена. Какие-то у нее там крутые шмотки, она идет там суперкрасавчиком, при этом себя чувствует хорошо. Но проблемы сниженного либидо в Америке в основном из-за того, что они принимают очень много таблеток. Они лежат, сидят на таблетках. Нет, не от зачатия, а, господи, когда стрессы... А, антидепрессанты. Антидепрессанты, да. Они очень много используют антидепрессантов, и там вырабатывается гормон серотонин, насколько я помню. И вот когда идет переизбыток гормона серотонин, либидо снижается, тебе и так все хорошо. Ну, как бы тебе это и не нужно. Тебе нет необходимости получать дофамин. Ирина Сергеевна. Нет? Аида? Да, вопрос. Вот у меня сегодня, ну, так как мы уже движемся к концу, как бы это ни звучало, усмысленно, но у меня такое грустное послевкусие. Вот что вы хотите, делайте, да. Когда я слышу Катю, и слышу ее примеры о том, какие бывают случаи, иногда патологические, иногда там психопатологические, мне вот прям вот когнитивный диссонанс какой-то. Да, вот это вот революция. Да, мы можем узнать все, что угодно про секс. Ну, пусть с нами не говорят, но мы можем прочитать, мы можем посмотреть, почему такое количество людей, у которых с этим все плохо, плохо, или, по крайней мере, ну, не плохо, а не так, как им хотелось бы. Почему? Не из-за того, что, ну, когда у нас была в Америке-то эта сексуальная революция, 50-е, что ли, года прошлого? А как вас зовут, кстати? Меня зовут Светлана. Светлана. А может быть, у них проблемы с тем, что с ними не говорят о сексе? Не знаю, но ведь мы же только информацию, не только от, как говорится, собеседника, мы же ее можем прочитать, я не знаю, там, увидеть, но все равно никак мы не справляемся с тем, что количество там людей, больных, скажем, да, в кавычках, неудовлетворенных, все равно остается, например, на одном уровне. Почему так? Почему к Кате обращаются женщины, хотя, ну, как бы, мужчины, я тоже думаю, они должны как-то просвещаться в этом вопросе. Если не получается, ты сходи, узнай. Я не знаю, психолог, я не знаю, там, друг, который более успешный. Почему так? Ну, я могу ответить на этот вопрос. На самом деле, вот все, кто сейчас приходит, это опыт вот предыдущих лет. Когда я только начинала вести свои лекции и показывала клитор, все думали, что это легкие. Реально. Понимаете? И раньше приходили ко мне за удовольствием мужчине. Катя, я хочу сесть на член своего партнера, сжать свои мышцы таза, вот так, чтобы завязать его там в два узелка. Вот, основной запрос был. А сейчас приходят за своими оргазмами. И это круто, то есть уже идет. Я вижу сдвиг, я вижу положительный сдвиг о том, что у них происходит, как приходят ко мне девочки, а потом приводят своих мам. Это тоже для меня просто, это обыкновенный пример в моей рабочей жизни. И это круто, то есть я наоборот вижу, что есть изменения. Я вижу, что мне пишут в директ, что Катя, я вот вас считаю, моя жизнь меняется, и я уже стала более раскрепощенной в сексе. Есть изменения. Просто изменений мало, потому что все равно, о сексе не принято разговаривать. Блин, меня в КФУ позволят очень круто, да? Представляешь, какой сдвиг? Да, раньше у меня вообще на тему того, чем я занимаюсь, ни один блогер не хотел говорить сейчас. И сейчас уже есть изменения, поэтому я за то, что вы все-таки... Изменения пошли. Изменения пошли. Важно разговаривать. Я вот хочу рвусь сказать о вот этих изменениях. Вот я на самом деле здесь не просто так сижу, да? Так как я являюсь доцентом КФУ, я работаю со студентами, и моя девочка-студентка пришла ко мне, чтобы сделать работу исследовательскую именно в связи с вашим тренингом. Поположение. Я ее спрашивала, я говорю, я говорю, что за тренинг, да? Ну, так как я кандидат биологических наук, у нас вот именно физиологический акцент. Я говорю, что за тренинг, расскажи. Она и так, и сяк. Ну, в конце концов, она мне все рассказала, то есть, да, я поняла, о чем речь, но, естественно, некоторая зажатость в начале была. И когда мне на почту приходит сообщение, что приглашаем поучаствовать вот в таком ток-шоу, я, естественно, не удержалась, да? Я думаю, ну, надо, раз, как говорится, такие совпадения не случайные, думаю, надо прийти и пообщаться. Поэтому на самом деле, видимо, сейчас я больше скажу, когда я стала эту тему обсуждать с коллегами, оказалось, что среди них есть люди, которые ходят на этот тренинг. То есть, ну, я прямо была, честно говоря, удивлена. У меня более 10 тысяч учениц, чтобы вы понимали мои объемы, да, у меня более 10 тысяч учениц по миру и более 3 тысяч честных отзывов, женщинам, которым я помогла, повысить либидо, улучшить сексуальную жизнь, избавиться от стресса, недержания мочи, ну, то есть, от болезненных меченых. Посмотрите, подпишитесь на мой инстаграм, там реально очень много классных штук. И еще, я вот сейчас подумала, через меня ведь действительно очень много людей проходит. И если есть такие люди, которые, ну, то есть, мои ученицы, они готовы проходить какие-то тестирования. То есть, у меня есть тестирование в начале курса, есть тестирование в конце, на тему того, какие изменения они получают. Мы можем туда добавить, если нужно, для каких-то исследований, там, вот, можете своей вот этой студентке передать, да, я была бы рада, добавить какие-то там физиологии, вопросы на тему физиологии побольше, чтобы посмотреть динамику, к чему приводят эти упражнения. Я только за. Это будет очень круто. Может, даже, я думаю, вступление тоже договориться, как-то продолжить эту тему. Может быть, здесь не обучают сексологии, да, сексологии у нас нет факультета сексологического. Нет, нет. У нас остается еще буквально 10 минут. После 3 секунды, да, на самом деле, тоже эти практики не новые, да, мы не будем забывать о йоге, не будем забывать о танцах живота. Это тоже все стимулирует, да, органы малого таза, стимулирует кровоснабжение в органах малого таза. И все вот эти вот выполняемые движения во всех этих практиках, они тоже укрепляют мышцы таза в дна и тем самым способствуют нашему достижению оргазма. Это, в общем, то, о чем сегодня мы говорим. Да, спасибо большое. У нас остается еще буквально 8 минут. Мы будем либо завершать, мы будем завершать. Друзья, вы все стали, давайте я даже, пожалуйста, вы все стали участниками просто какого-то уникального события в КФУ. Давайте мы поаплодируем. Мы с вами все вместе совершили небольшую мини-сексуальную революцию в стенах старейшего Казанского федерального университета. Каждый из вас сегодня стал небольшим агентом изменений, агентом сексуальной революции. Идите в народ, идите домой, в массы, в семьи, рассказывайте, свободно об этом делитесь, получайте оргазмы и изучайте то, что находится у вас между ног. Все. Все, спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо.